Важный момент по ВН-5 монетоприемнику, есть такой нюанс, когда вы меняете настройку прайс, это стоимость импульса, вот удерживаем Enter, заходим в меню настройки, переключаемся, кнопка, вот это Enter, вот этой кнопкой переключаемся до прайс, опять для схода Enter нажимаем, сейчас у нас стоит стоимость одного импульса 1 рубль, на аппаратах обычно выставляется на развлекательных стоимость одного импульса 10 рублей, то есть вот так. Ну, нам сейчас на данный момент нужно 1 рубль, поставим 1 рубль, для того, чтобы запомнило, нажимаем еще раз коротко Enter, и длинно нажимаем Enter для того, чтобы выйти в меню игры. После того, как вы изменили стоимость импульса, необходимо также выключить питание, то есть можно выдернуть разъем, подождать где-то секунд 5 и обратно включить, тогда настройки войдут в действие, без перезагрузки настройки не будут использоваться новые. И по переключателям, смотрите, вот здесь вот, есть переключатель, вот он сбоку, вот здесь, вот он, он подписан, это время импульса. На развлекательных аппаратах обычно используется время 50 миллисекунд, вот, вот он должен стоять посерединке, вот этот переключатель, вот он у нас сейчас посерединке стоит. Как подключать монетоприемник? Вот здесь тоже разъем подписан, то есть плюс 12 вольт, самое нижнее, это красный провод, плюс питание, боинг, это сигнальный провод, это белый провод, вот он на разъеме, и граунд, это минус питание, это черный провод. На всех аппаратах они подключаются точно так же. Еще здесь, значит, есть внутри кнопки управления, это в предыдущем видео вы видели, плюс-минус и enter для входа и выхода из меню. Так, еще один есть переключатель у нас вот здесь, да, его трогать в принципе не нужно, он должен стоять в положении НО. Значение переключателя подписано на плате под самим переключателем, вот так вот видно, вот НО, он стоит в положении НО, это нормально разомкнутый контакт. Крайне редко встречаются аппараты, где нужно переключать на НС, это бывает очень редко. Так, ну еще можно сказать по очистке жутмонетоприемника. То есть, когда вы его нажимаете, для очистки вот нужно отодвинуть вот эту крышечку, вот при нажатии кнопки она приподнимается, да, вот ее нужно руками отодвинуть, вот эта вся панель, вот она поднимается, вот здесь вот внутри вычистите всю мусор.